Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу открыть цикл бесед об осознанных сновидениях. Ну, тема эта известная, достаточно широко представленная. Есть замечательные учителя осознанных сновидений, сотни, даже тысячи техник, прямой вход, непрямой, просто астральные выходы путем медитации, путем каких-то технических средств даже существуют такие специальные будильники, программы, даже приложения. В андроиде, по-моему, есть осознанное сновидение. То есть тематика хорошо, грамотно представлена. Но хочу свои пять копеек внести сюда же. Зачем нам нужны осознанные сновидения? Просто ли это развлечение, дверь в другой мир, либо это серьезная мистическая тема. Ну и, конечно, я склоняюсь ко второму. Это серьезнейшая мистическая тема. И любой мистик должен осваивать осознанное сновидение. Должен уметь работать энергетическим телом. Не забывая при этом о физическом, о развитии физического тела и о взаимодействии в реальном физическом мире. И осознанные сновидения, астральные выходы – это тем, то, чем занимаются большинство йогов и мистиков. Даже если не афишируют это. Даже если говорят, что это все не то, уводит нас с пути. Ну, в чем-то уводит, но в чем-то и тренирует, как наше физическое, так и энергетические тела. И самое главное, дает широкий простор для развития, для нашего мистического развития. Поскольку в идеале, к чему должно это прийти, к чему надо стремиться – это умение работать, умение отделять энергетическое тело от физического. То есть реально, к примеру, вы садитесь в медитацию, расслабляетесь и, оставляя свое физическое тело сидеть, выходите и действуете уже в энергетическом теле, в нашем реальном мире, либо в каком-либо другом мире. Да, можно действовать этим телом энергетическим, в нашем физическом мире. Это непросто. Этому надо посвятить много сил, упражнений и, ну, просто практики. Потому что надо, как младенец, надо учиться, все вплоть до чего входить, трогать, двигаться, перемещаться. Это гораздо легче. Энергетическое тело очень пластично, очень изменчиво. Многие мистические эффекты в нашем мире, которые поросли легендами, это именно магическая работа вот этих энергетических тел, осознанно или неосознанно. То есть можно выделить свое энергетическое тело, переместить его на любое расстояние, как в нашем мире, так и в других астральных и множестве других миров. То есть вы получаете, ну, все. Весь, вся Вселенная у вас на ладони. Ну, почти вся. То есть вы можете проникать куда угодно, перемещаться с любой скоростью на огромное расстояние, встречаться с разнообразными сущностями, напрямую видеть энергетические потоки, потому что в энергетическом теле это реально легче и безопаснее. Потому что если вы включаете видение в физическом теле, то некоторые энергии могут вас, ну, в чем-то повредить, если вы недостаточно сильны и у вас есть какие-то изъяны. Изъяны, то есть энергия может засыпаться и разбалансировать, и даже вплоть до того, что разрушить, разрушить ваше физическое тело. Ну, мы говорим. Так я сумбурно, конечно, леплю тут. Ну, извините, это первое. Первое. Пока без техник, без этих просто. Хочу донести до вас вот такой восторг. Восторг и конечную цель, стремление к чему. Не просто к практике. То есть надо все время прогрессировать. И добиться того, что вы запросто, вот как... Ну, как просто, вот как любое действие физическим телем, в физическом мире, там, попить водички. Сели, чуть-чуть расслабились, сосредоточились, отделили от себя энергетическое тело и продолжаете действовать. Действовать с помощью энергии. То есть вы уже, можно сказать, реальный персонаж. Не только этого мира. То есть вы уже не субъект, а объект. Это осознанная единица, которая может практически все. Поэтому, друзья мои, призываю вас заниматься. Потому что если у вас даже начнет получаться хоть что-то, десятки тысяч людей в этом мире занимаются осознанными сновидениями. Но подчас они тоже, как и вот мы в этом мире, попадаем в водоворот. То есть текущие обстоятельства нас затягивают. И мы вроде как что-то делаем, все время суетимся, но оказываемся все время стоящими на месте, крутящимся в этом водовороте. И подчас это даже приводит к какой-то... Понимаем, что вроде дел-то много, а все бессмысленно. И это даже приводит подчас к депрессии. Я тут в последнее время часто встречаюсь с людьми, находящимися вот именно в этой депрессии. Депрессии от того, что многие действия, если не все в этом мире, кажутся бесполезными. Но это, конечно, не так. Любое действие имеет смысл. Но, опять же, отдалились от темы. Сегодня бросает меня. Бросает. Поэтому, конечно, сумбурно, нечетко. Прошу меня простить. Давайте этим видео откроем серию. Я буду давать вам техники. Техники прямого выхода, техники непрямого выхода. Энергетические упражнения. Упражнения, позволяющие активизировать точки на энергетическом теле, которые способствуют вот этим осознанным выходам. Астральным выходам, так и осознанным заведением. В общем, мы все это берем в комплексе. У мастеров современных это называется фазой. Многие техники их достаточно эффективны. Поэтому фаза, значит фаза. Давайте заниматься. Давайте практиковать. А я вам помогу в этом. Счастливо. Простите за сумбур.